всем привет давайте опять позабрашим в прошлых видео мы делали бутылку вот наливать то некуда думаю как сделать бокал давайте посмотрим откроем опять наш цилиндр нажмем edit опять все стандартно уже принципе объяснять детали можно и не объяснять кто видел прошлое видео но для тех кто не смотрит давайте посмотрим что можно сделать вот в принципе у нас уже готовый бокал давайте сделаем пустоту вот такая будет достаточно и теперь давайте добавим ему немножко по этой дивайдов так вот эти дивайды уберем а вот этих дивайдов чуть прибавим вот такое дело у нас получилось все больше тут нам ничего не надо давайте делаем make поле мы вот такая фишка получилось и теперь сохраним нажмем экспорт надавим бокал все одна часть у нас есть давайте теперь это дело уберем ну я вот так вот делаю может можно так добавлять но мне так удобнее когда все сохранено я потом добавляю составляю все вместе и давайте опять откроем цилиндр опять нажмем edit и давайте теперь сделаем другую фишку вот сделаем дно вот так вот уменьшим вот такое дно у нас получилось больше нам ничего опять же не надо посмотрим что тут у нас дивайдов берем добавим тут чуть дивайдов пусть она получше будет и опять жмем make поле мэш экспорт сохраняем пишем дно теперь жмем sub tool и делаем дубликат и на этот дубликат добавляем саму нашу кружку сам бокал открываем все вот так у нас получилось теперь что нам нужно сделать нажмем на дно и с помощью мов просто вытягиваем ее вот сюда вот так все это выравниваем давайте чуть-чуть даже можно уменьшить его размера вот так и выравниваем вот эту можно поставить прозрачность вот поставим прозрачность чтобы видеть как мы устанавливаем вот так все выравниваем вот дно у нас стало кривовато чуть поправим все отключим прозрачность вот такая кружка у нас получилось мелковато будет литр не влезет давайте теперь ротацию включим не включим мов перейдем на sub tool и чуть-чуть и увеличим размер вот так теперь передвинем вверх чтобы дно было выравнено и опять подкорректируем подкорректируем наше дно вот таким образом все уже у нас прям хорошо получается следующий момент давайте сохраним все это как проект нажмем файл save as назовем пиво все это мы сохранили теперь это уберем и сделаем вот что откроем ликбокс откроем tools чтобы по-быстрому было откроем shadow box и просто нарисуем и просто нарисуем нашу ручку вот такая ручка у нас получается давайте придадим толщины где-то пусть будет вот такой так сейчас уберем выровняем наш shadow box и вот так вот придадим толщины нашей ручки вот такая она стала хочется еще конечно и добавить фишку изящности давайте поставим make pen и вот так вот вот так вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Найдем наш shadowbox и его отключим. Вот такая ручка у нас получилась. Давайте опять откроем shadowbox. Немножко подкорректируем и опять его отключим. Вот такое получилось. Теперь нажмем... Давайте move. Немножко сделаем draft size. Побольше. И... Вот так ее откорректируем. Можно ручку, конечно, доделать здесь, а можно ее загрузить в скульптрис. И в скульптрисе уже ее выровнять, обработать. В следующем видео я покажу, как можно ее еще сделать. Там добавим дерево, текстуру. Так. Вот такая фишка получилась. Давайте теперь ее опять же экспортируем. Назовем... Ручка. Сохраним. Откроем наш проект. И теперь опять сделаем дубликат дна. И импортируем нашу ручку. Вот она у нас оказалась внутри. Мы ее сейчас выведем на белый свет. Вот так. И теперь давайте мы прибавим немножко размер. Вот так она выглядит. И теперь кистью мов поставим ее побольше. Вот так думаю. Вот так. Вот так я изображаю. Искривлять, вот так выводить, на ваше усмотрение. Вот такая необычная будет ручка, пускай. Вот это мы уберём. Здесь мы чуть вытянем, здесь чуть подправим, здесь подпальцы. Всё, в принципе понятно, как, что делать. Давайте откроем саптулы, посмотрим, что у нас получилось. Вот что-то такое получается. Теперь можно это всё объединить экстрактом и уже доработать или добавить альфы, досок, леса, вид. Здесь можно бревно добавить, как узор на спиле. Всё, до свидания, всем пока.